Добрый вечер и мы снова подводим итоги нашей недели. Говорим о городском хозяйстве. Как и было анонсировано это ранее, как мы и обещали, с началом октября мы начинаем в Одессе высадку тысячи белых акаций. Город Одесса это город белых акаций и уже с 4 октября начнут готовиться новые лунки по улице Екатерининская под высадку белых акаций. В дальнейшем все локации, где будут высажены акации, карта, скажем так, высадки акаций будет также опубликована на городе и все жители смогут увидеть, где ведутся эти работы. В течение октября месяца мы это рассчитываем полностью высадить все тысячу деревьев. Также говоря о фасадах наших улиц, не могу не рассказать о том, что состоялся тендер на покупку новой уборочной техники в количестве 10 единиц. Закупит эту технику наши КП «Городские дороги». Уборочная техника будет работать по фасадным улицам города. Собой она заменит это, конечно, большую армию дворников. Это как и экономия ресурса, так и увеличение эффективности работы. Поэтому на каждый район уже расписаны маршруты, и по этим маршрутам новые машины уборочные выйдут уже в этом году. Мы начнем это получать, эти машины с конца октября, и до конца ноября месяца все машины будут уже в городе. Развивая тему покупки новой техники, хочу также сообщить, что состоялся еще один долгожданный тендер. Это тендер на закупку нового подвижного состава вагонов большой вместимости, трамваев большой вместимости в КП «Одесс-Горэлектротранс». Напомню, что речь идет о покупке нового подвижного состава за деньги Европейского инвестиционного банка. Уже было раскрытие, заявки свои это подали несколько компаний. Одна китайская компания, львовская компания «Электрон» и одесская компания «Татар Юг». Сейчас ведется оценка предложений, сейчас ведется экспертиза тендерной документации, и через месяц мы сможем уже сообщить о том, кто же это победил на конкурсе, и какие трамваи это получит «Одесса» в скором будущем. Напомню, этот подвижной состав будет работать по маршруту «Север-Юг». Говоря о нашем КП «Одесс-Горэлектротранс», не могу не рассказать еще одну хорошую новость, а именно водителями этот новый подвижной состав будет обеспечен сполна, так как уже сегодня эта работа водителя электротранспорта стала настолько популярной в нашем городе, что в нашем учебно-курсовом комбинате конкурс на одно вакантное место 4 человека. То есть это 4 соискателя, 4 желающих на одно место в учебно-курсовом комбинате, чтобы выучиться и освоить новую специальность водителя. Мы, соответственно, вносим это к коррективу, мы добавим дополнительные учебные вагоны, а также учебные машины в наших депо, чтобы в дальнейшем мы могли выпускать больше водителей, и чтобы все желающие это получить, новую специальность могли ее получить в нашем учебно-курсовом комбинате. А водители нам действительно нужны. На этом на сегодня, наверное, все. И, как всегда, увидимся через неделю, говорим о городском хозяйстве. До свидания.